МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда остается это обращение наших жителей к нам. Что говорят люди, о чем они нас просят, на что они нам указывают. Большинство вопросов, как мы с вами знаем, они решаются на месте. Масштабный объем работ запланирован в сфере ЖКХ. В этом году обновят 134 дома. Работы по реконструкции фасада, замене кровли и лифтов уже идут на 48 адресах. Также в 32-х многоэтажках заменят газовое оборудование. Продолжается и текущий капремонт подъездов. Рабочие обновляют входные группы, стены и потолки. И приводят в порядок почтовые ящики и мусоропроводы, меняют окна и освещение. Уже завершены работы по один с подъездом, три мы на эту неделю завершаем. И по 20 подъездам так называемые открыты объекты, куда уже подрядчик приступил к подготовке. Шпаклевка, соответственно, зачистка и прочие работы. В Химках завершают ремонт дворовых территорий. На финишной прямой работы в Сходне параллельно продолжается комплексное благоустройство. Так, уже установили 10 детских игровых площадок. На следующей неделе запланирован монтаж еще пяти. Завершается создание пешеходных маршрутов в Юрлово, а в Химках – обновление дорожного полотна. Улица Победарская осталось вынести разминку, установить искусственные дорожные ровности. И осталось выложить основные покрытия на Вашуковском шестере. Подрядчик планирует работы закончить полностью в течение недели. Также в планах до 10 августа на детских площадках установить 40 камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Кстати, в связи с проведением футбольных матчей в Химках усилили меры безопасности. 28 и 31 июля будут проведены два крупных российского масштаба футбольных матча. Соответственно, будем заниматься охраной общественного порядка и обеспечением безопасности по высшему пониманию, по взаимодействию с сотрудниками правоохранительного блока. Особое внимание на совещание уделили строительству и капремонту объектов образования и сферы культуры. Так, реконструкция детского сада номер 5 «Радука» выполнена 41%. Бригаду уже приступили к обновлению фасада. Параллельно продолжается масштабное преображение зданий дошкольного отделения 7 лице и дома детского творчества «Созвездие». Общая строительная готовность капремонта 23 гимназии составляет 83%. Сейчас приступили к благоустройству, заканчивают наружные сети ТСК, прокладывают к армату. Срыва сроков нет. Идем в графики. Еще одна тема – организация сельскохозяйственных ярмарок, где представлена продукция российских производителей. У нас две ярмарки работают. Одна на проспекте Мельниково, вблизи дома 2Б, другая в микрорайоне Схольная, улица Чапаева, вблизи дома 3. Ярмарки работают неделю через неделю. Обсудили на совещании и план массовых мероприятий на предстоящие две недели. В Химках продолжается проведение культурных и образовательных, развлекательных и творческих активностей по выходным. Их организуют для жителей на шести парковых территориях. А 9 и 10 августа состоится шестой этап первенства России и открытый Кубок главы по автомобильному спорту. Мы приглашаем всех непосредственно принять в этом участие. Задействуем на стадион технических видов спорта в Старвеево. Охват у нас планируется около 500 человек. Будет яркое и масштабное непосредственно шоу. Традиционно в городском округе пройдут и встречи в формате выездной администрации. Так уже 1 августа свои вопросы представителям власти и сотрудникам профильных ведомств смогут задать химчане в лице номер 12, а 8 числа – жители сходни. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко, Новости Химки-ТВ.